всем доброго дня дорогие мои но сегодня 7 ноября праздник такой нашей молодости нашей молодости нашего детства наших отцов и дедов день октябрьской революции годовщина октябрьской революции кто-то этот праздник вспоминает с носталгией кто-то каким-то неприязнью ну-ка каждого как но я лично считаю что история она есть история и каждый человек который своей истории свое прошлое не ценит этого человека нет будущего вот потому что какая бы она не была эта история это наша история наша история вот сейчас пишется новая история девяносто первого года возможно придет время и эту историю захотят кто-то скажет ай плохая была это было кто-то скажет хорошо было сколько будет мнений столько будет этих понимаете но все-таки для меня это конечно моей молодость моего детства вот советский союзом по-своему был такой уникальный такое вот уникальное государство вот конечно были конечно можно сказать даже авторитарная можно сказать даже потому что центральный комитет коммунистическая партия партия движущийся здесь народ и партии едины в общем партия наш рулевой короче все все но тем не менее тем не менее мы жили тогда родились тогда наши отцы деды за эту власть воевали проливали кровь вот поэтому я бы воздержался бы чтобы сказать что-нибудь такое что плохое свое прошлое как многие вот бывают комментарии а это большевики большевики коммуняги там все такое вот я уже вам рассказывал что те годы я лично вспоминаю и теплотой и иногда даже немного с ужасом потому что это прудах было все раз гильдяйство как сейчас того не было для меня например для нас например да с пятого класса уже мы уже не считали с детьми мы уже с пятого класса жили даже вот города живешь поселка же что-то у меня был поселка расход типа сейчас он городом стал где родился вырос с пятого класса уже мы с первого сентября шли на открытие школьного этого со второго числа все школа закрывалась учились там только первоклассники второклассники до пятого класса все остальные с первого сентября до конца декабря на хлопковых полях учебу мы начинали с января месяце январь февраль март вся три месяца с апреля мы опять на поля на прополку этого хлопчатника и все остальное короче и летние каникулы тоже если мы зачислили мы все были зачислены классом ученическая производственная бригада называлась прикрепление колхоза 40 лет ссср от поселка было километров семь этот колхоз и мы были как бы как почти как члены этого колхоза летние каникулы тоже мы работали на полях на полях на чеканки хлопка на сорняка его убирать на прополке а большинство отправляли к колхозе были отары овец песка каракумах туда я том числе кто-то шелкоприат чем занимались жители колхоза и занимались мы мы были как член колхоза поэтому нам концу каждого года кроме обычных зарплате земель мы зарплату получали еще нам выдавали доходы доход назывался доход это не маленькие деньги колхозники самые взрослые получали даже на доходы они покупали даже машины это смотря как план выполнить эту похлопку колхоз как это сам по всем показателям и для нас радостное событие было когда мы начинали учебу уже феврале месяца кричали что кассир едет кассир дяденька такой приезжал на уазике на газике кажется 9 с водителем сумки две сумки вот и у директора кабинете он сидел и у него горки вот таких монет сначала 5 копеечник 3 копеечник 10 копеечник вот так вот и деньги пачкам вот так и каждый подходим расписывался каждый ученик получал свои деньги доход но бывало так что доход выходила даже ну где-то будем в 300 400 рублей бывало и до 500 до 600 вот получали кроме того что мы получали тогда каждый месяц вот небольшие деньги мы получали месяц тогда ну где-то порядка 70 100 рублей вот так вот жили конечно спартанские условия бывало так что каждый день надо было нас провозила машина газ 53 урал здесь газ 51 вот и открытым бортом просто доски стояли какой там техника безопасность песни короче и с песнями ехали колхозные поля и попробуй не выполняет план вот не выполнил попробуй норма была во пятом классе 40 50 килограммов хлопка старший класс уже до 100 килограммов хлопка единственное немного освобождали от хлопковых это иногда давали это это в апреле месяце на на чеканку на все не ездили восьмой и десятый класс выпускные классы остальное время мы только пахали и вот то что пропущены вот эти месяцы 4 месяца там и там еще два-три месяца до почти мы учили всего годовой учебный учебная программа у нас мы осиль за девятимесячные вот этими мы отсиливали за три месяца надо было наверстать это все потом уже наверстать и попробуй плохо учись оставляли на второй год даже не думали у нас даже один был который седьмого класса в армию шоу седьмого класса в армию шоу потому что седьмом классе он четыре года просидел четыре года просидел здоровый был такой это самое я его даже помню единственный сын одной семьи было его разбаловали такая сама он вообще не хотел учиться мы уже когда девятом классе были он с армии вернулся и весь там нашивками всякими мы тогда не знали что он стройбате служил у него еще значок танкиста все такое еще мы у него спрашивали ничего а ягар танк подбил отчетно то я вот домой гордор танк забрал по дороге от гаишника забрали у нас там у меня мы еще верили ему как это на танки домой отпустили было вот такое было да понимаете вот я хочу сказать что время было конечно такое веселое трудное и все равно мы за эти три месяца от своих других сверстников которые учились других республиках других вот российских этих мало оставали наши ребята поступали учебные заведения и в россии везде по всей самое понимаете вот тогда называлось так что центральные вузы центральные вузы это россия приезжали оттуда их не преподаватели каждого вуза и набирали там же принимали экзамен и потом уже люди уже ехали уже готовы студенты туда вузы томс томс том числе виркутск красноярск самара общем везде то же самое военное училище приходили представители военкомата представители военных училищ кто желал поступать например кто авиационная отдельная подготовка кто например какое-то отдельно и кроме того что мы сдавали еще экзамены мы еще и по спортивной подготовки так что я же за три месяца мы одолевали девяти месяцев и однажды когда мне преподаватель мне сказал вот чуть-чуть плаваете говорят вот этом я когда рассказал человек за голову схватился как же в этой я говорю вот так вот у нас вот так вот мы хлопок собирали баранов пасли и еще учились учебники с собой были все время даже когда баранов пас учебники с собой вот таких условиях мы жили да конечно трудны были времена я же говорю 7 ноября это для тех которые больше пятого класса уже пятый класс уже для нас ход один день выходной на хлопок мы в тот день не ездили это для нас это смотря как если ты попадешься самое чтобы тебя вручили руки портрет или брежнева или шеварднадзе или суслова или гидролича каких-нибудь руководителей цк кпсс то тогда извини ты должен еще после того как пройдешь еще ты должен отнести это в склад сдать а потом уже обратно прийти покупать чебурек там лимонад вот мороженое за рубль который отдана отцу мы могли не успевать поэтому для всех было такое это чтобы не дай бог портрет не дали или чтобы найти какого-то лоха которому вручить это портреты чтобы тот за вас дал а он побежал быстрее потому что чебурек кончались мороженое тоже могло кончаться душе с лимонад тоже могло кончаться в общем парадом проходили предприятия школы в организации на трибуне стояли первый секретарь райкома там райисполкома там какие-то депутаты там знаменитые люди махали руками мы тоже вот так вот и вот ну чё я хочу сказать ребята тогда такая жизнь была вот но девяносто первого года конечно после развала с чем занялись новые это первым прежде всего распродажи всего того что тогда было заработано я люблю смотреть хазанова хазанов комики с хорошей вот он еще 90-е годы у него был такой монолог такой как он зэковской форме он это самый говорит государственную думу выступал как зэк я не понимаю говорит мы говорит строили горят заключенные горят строили горят три прострой там то да все 5 10 завод договорит строили мы горят другие говорит бандиты горят пришли говорит это самое отобрали горят все что горят это какой какой-то гад чубайс кто такой чубайска вот он что сидел все это забрали в общем чем занялись прежде всего тем что было нажито непосильным трудом такими адских условиях жизни можно сказать рабочих распродажи всего того что было вот продавали все каждый на своем месте каждый руководитель у кого были хлопковый запас хлопкачин завод выстроили туда машины иностранными номерами хлопковозы вывезли все даже заготовительные конторы были заготовительные конторы называлась там были шкуры забиты вот бараньими шкурами люди же давали каракуль общем короче коровьи шкуры сушеные все там огромные губы исчезло все исчезло все шерсть смерть все вот я же говорю мы распродажей занялись наши уже новые которые прошли они не стали там увеличивать то что было там да еще что побольше было нет они все распродали я же говорю выстроились машины появились иностранцы как говорил однажды президент Туркмэнстана Туркмэнбашин он говорил я не узнаю они приехали у меня в тапочках теперь со мной не здороваются они богачами стали на мерседесах ездить вот так мы разрушили все до основания вот сейчас конечно заново идет это подъем заново вот слава богу Узбекистане уже Казахстане да и Туркмэнстане уже это все надо теперь заново поднимать заново все надо поднимать то что вот это время распродали за копейки открыли биржи короче торгово промышленные биржи давай от оттуда это все продавали вот на складах что было продавали на базах что было продавали вот так мы делали перестройку так началась перестройка вот распродажи еще до сих пор до сих пор многие живут многие многие живут в тех квартирах которые построили как они говорят проклятые коммунисты коммунистическое время Прущевка Брежневка Сталинка так же Барака до сих пор живут люди десятилетиями так что мне сказать что то плохое язык не поворачивается это все наше прошлое кто не помнит свое прошлое тот обречен понимаете было время тяжелое да я же говорю раба мы в трудах выросли но и учились вот я иногда я хочу вам одну вещь сказать ребята иногда мне приходится да даже живя здесь вот 10 лет со многими нашими соотечественниками общаться да которые уже как говорится после 90-х годов вот этих да уже родились вот или тогда еще были маленькие но уже по новым этим короче обучались у большинства два-три высших образования вот скажу вам честно говорит нечем с этими людьми понимаете я не знаю как они диплом получали как они учились как они диплом но у всех два-три высших образования вот я даже говорил разговаривал такими кавычках юрист юридическими дипломами не знает основные законы конституции о я уже не говорю про упк там про уголовный кодекс про семейный кодекс там ничего не знаю плавает все так поверьте ля-ля-ля-ля и все я видел экономистов которые вообще экономики ни хрена ничего не понимают но диплом есть мое время поступать на учебу тоже техникум было очень большая удача очень большая удача вы чё ребята там тоже надо было два экзамена сдавать письменно устно а высшего учебного 4 экзамена конкурсы на одно место было под 100 по 200 человек на одно место вот сейчас пожалуйста я же говорю это каждый каждый второй можно сказать уже с этими дипломами юристов экономистов социологов психологов какого-то менеджеров это те времена вот у меня спрашивают иногда даже это многие да вот даже здесь у вас год образование четкое было выгодно нас учили всему мы историю изучала хорошо все 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 вот сейчас у молодежи спроси когда началась вторая мировая война и когда она закончилась где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии в каком месте не знаю когда было побоище вот это Александр Невска вот это чудом это озере каком году 1242 они знают когда была битва при бородыне когда было великое отечество когда было отечественное чем она и отличается вот когда началась первая мировая война никто сейчас об этом даже не знают даже большинство из себя таких культур вот это считает да вот наук культурных творческих вот у них спроси кто такая вера холодная да не знаю кто такой вера холодная вера холодная а ведь это первая актриса немого кино русская актриса первая актриса немого кино первая актриса немого кино вера холодная я уже не говорю про Утесова там про всех это певцов от этого ничего не знаю я эти что говорить если я вот например в том скажу считает Дагестан говорит это же за границей я говорю нет это Россия это Россия они даже по территориальности не знают ничего уже сейчас все интернет образование онлайн у меня вот очень много знакомых которых я спрашиваю дети говорят учатся говорят онлайн онлайн учатся живут в Москве учатся онлайн я говорю университет и университет надо будет онлайн пойдет и что он и работать будет онлайн не ребята сейчас совсем это даже вот здесь образование намного отстает чем советское время у нас было у моего земляка дочка здесь заканчивает университет медицинский но она до этого закончила в Туркмении медицинское училище но здесь она в медицинском университете и он говорит дочка говорит говорит папа то что нас учили медучилище намного сильнее было то что я здесь изучаю вот так учили вот так давали образование тогда на халяву прокатиться невозможно было халявы тогда не было понимаете халявы тогда не было сейчас я же говорю для многих это конечно это отстой это все это жестокое время а сейчас что ли не жестокое время сейчас легкое время что ли тогда работали да работал до требования были большие о тогда девушку даже замуж не выдавали парню если он не отслужил в армии о не отслужил в армии у нас со всего класса одного парня не призвали все на него с подозрением смотрели я не знаю может быть у него какое-то сердечное он слабенький такой был его вот не призвали он вообще себя обделенным чувствовал потом рассказывал он сколько раз отходил заявление писал чтобы его вот куда-то призвали вот сейчас нет сейчас сачковат самое то киданут ближнего своего самое то вот громко кричат горжусь и гордиться ты должен да мы имеем право гордиться но мы должны соответствовать тому что наши предки были к сожалению нет к сожалению нет вот вот мы гордимся своим этим а нами будут гордиться наши потомки я думаю что навряд ли я вот лично думаю навряд ли а чё мы им оставили то поэтому то время за семидесятилетное время существования СССР это было такое вот которые люди прошли через все и репрессии были и ссылка были и расстрелы были конечно все это было все это было вот миллионы людей ни за что были арестованы расстреляны полигонах разных это самое это все было да это все было но это же апатия хочу сказать это наше прошлое и сейчас тоже вот происходят иногда такие вещи которые даже не пером описать говорят ну мы же смотрим это соглашаемся тогда те тоже наши предки тоже также соглашались мы тоже самое так что история повторяется только в другом ракурсе понимаете поэтому ругать свое прошлое не стоит я лично так считаю потому что это наша история какая бы она ни была вот была образована вот это Туркменский СССР да организаторы Нидербай Айтак Айтаков Айго Сазатабаев в конце концов где оказались расстреляли их в 38 году 37-й 38-й годах понимаете в семнадцатом году одних в 38-м году тех которые тех расстреливали вот у нас вот такая вот история понимаете к сожалению это вот так и сейчас то же самое я лично вот мне вчера мои друзья отправляли про северное сияние красным светом почему так с Казахстана отправили с Болгарией отправились с Россией отправили везде северное сияние северное сияние я знаю что за полярным кругом обычно но тут в таких местах и в Казахстане и в Болгарии красный такой заре так иметь я лично тоже считаю что это очень такое дело может быть да дай бог чтобы это было такое природное явление но трудные времена мне кажется еще у нас впереди ребята трудные времена еще у нас впереди но то воспитание которое нам дали то время то образование то выживальческие вот эти да навыки да сейчас и нам помогает мы выживаем ну а молодежь которая вот это после 90-х годов большинство большинство к сожалению не приучены трудностям абсолютно абсолютно не приучены трудностям нас говорили не можешь заставим не хочешь не хочешь заставим не можешь научим дайте не дойдет через рук дойдут через ноги вот так и это было везде по всему этому советскому союзу кто-то в россии сам картошку ездили на покос ездили дети металлолом собирали макулатуру собирали то есть мы собирали все а с 91-го года все что было собрано на складах давай распродажа все таки все равно я всех моих сверстников и тех которые родились в это время период вот этих праздников когда были 7 ноября еще нашим праздником всех поздравляю еще раз праздников желаю вам счастья здоровья ребята долголетия вот и вот айва я сегодня столько айвы купил просто за копейки продавали не сдержался потому что это я считаю домашний парфюм запах стоит в зале это невозможно айвы вот она из нее варенье варить тоже хорошо пастилу я делаю из него тоже вот смотрите но часто мне некогда вот всех вам хороших хороших дней и здоровья берегите себя пока 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 Продолжение следует...